Добрый вечер в Нижнем Новгороде. 18 часов. Главные новости к этой минуте. Российские железные дороги откладывают запуск стрижей. Об этом сообщил начальник ГЖД Анатолий Лисун. По его словам, задержка связана с корректировкой направлений поездов. Первоначально они предназначались для направления Москва-Киев. Были подготовлены даже специальные инфраструктуры. Но в связи с событиями на Украине туда поезда запустить нет никакой возможности. Поэтому сегодня срочно решается вопрос выбора других направлений, подытожил начальник ГЖД. Напомню, испанские поезда, названные в России стрижами, планировалось ввести на направление Москва-Нижний Новгород еще в марте этого года. Двух таксистов наградят за помощь в поимке сбежавших из санатория «Ройка» девочек. Екатерина Новикова, Оксана Туманова и Анастасия Шепихина сбежали из санатория «Ройка» в Зеленом городе поздним вечером 31 марта. К поиску детей были подключены волонтеры, в том числе и таксисты. Один из них и обнаружил пропавших детей. По словам самих девочек, им просто хотелось посмотреть Нижний Новгород. Полицейские проверяют генподрядчика по модернизации научно-исследовательского института машиностроения имени Бахерева. У правоохранителей есть основания полагать, что петербургская компания, получившая два госконтракта ценой почти в 700 миллионов рублей, предоставила фиктивные банковские гарантии в качестве страховки. В банке этот факт подтвердили. Напомним, расположенный в Держинске институт занимается разработкой и производством боевых частей управляемых ракет. Нижегородские представители власти и бизнеса хотят сохранить круглосуточную торговлю в жилых домах. С 1 июля она может оказаться под запретом. Подробности этой истории в нашем следующем материале. После вступления в силу изменений в своде норм и правил в Цокольном на первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов. Порядка половины магазинов региональных сетей расположены в многоквартирных домах. В то же время из-за запрета о продаже алкоголя после 22 часов многие ритейлеры уже отказались от работы в ночное время, сохранив часть круглосуточных магазинов лишь как элемент дополнительного сервиса для клиентов. Круглосуточные аптеки также не всегда рентабельны, но однозначно необходимы, считает гендиректор Нижегородской аптечной сети Юрий Гайсинский. К сожалению, не все места, где есть ночная торговля у нас рентабельны, но понимаем, что наш клиент вынужден ходить к нам ночью, в том числе мы как элемент сервиса его сохраняем и понятно, что от этого пострадают потребители. Конечно, в том случае, если мы лишимся такой возможности ночной продажи, то, конечно, тоже это будет проблемой, потому что многие годы мы приучали людей, что такая возможность есть, и они этим пользовались, и, как вы понимаете, лекарство – это та вещь, которая нужна тогда, когда нужна, а не тогда, когда можно в пробку купить. Непосредственно в многоквартирных домах работают порядка 50% аптек, еще 25% расположены в пристроях. В Нижегородской области уже запретили торговлю алкоголем в жилых домах, так называемые «капельницы», продвигала запрет фракции КПРФ. Ее председатель в Нижегородском законсобрании Владислав Егоров заявил о необходимости осторожно вводить какие-либо ограничения малого и среднего бизнеса в период кризиса. Необходимо дифференцированно подходить к любым запретам, особенно, наверное, в нынешнее экономически непростое время, когда предприятия малого бизнеса, как их называют, то, по сути дела, индивидуальные приниматели практически выживают уже сегодня в условиях серьезного налогового давления и просто в связи с падением спроса потребительского, обрушения коммунальных платежей и так далее. Федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей уже попросил замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова отложить решение до 2017 года. Цитирую, в текущей экономической ситуации закрытие предприятий торговли или сокращение периода их работы не может считаться своевременным и приведет к снижению числа занятых, а также падению прибыли торговых организаций и росту издержек, который будет неизбежно заложен в розничные цены. Конец цитаты. О погоде на завтра. В пятницу утром в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями минус 1 плюс 3 днем до 5 тепла. Всем приятного вечера. Смотрите и читайте. Горький ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА